Космическая пыль Когда вселенной было несколько сотен миллионов лет, то есть больше 13 миллиардов лет назад В ходе термоядерных реакций в массивных звездах легкие химические элементы водород и гелий сгорают и превращаются в более тяжелые, например, кремний, железо, кислород, углерод Массивные звезды очень быстро сжигают все свое горючее, и когда топливо заканчивается, реакции в ядре прекращаются Тогда гравитация оказывается сильнее внутреннего давления и происходит резкое сжатие ядра и сброс оболочки звезды В результате него в межзвездное пространство выбрасываются новые компоненты, новые тяжелые элементы и космическая пыль Что же такое так называемая космическая пыль? На самом деле космическая пыль и газ в космосе – это все межзвездная материя И вот если меня спросят по большому счету, откуда мы взялись и вообще из чего мы все сделаны И вообще наш земной шар сделан, Солнце и все объекты, которые мы видим – это и есть как раз межзвездное вещество пыль и газ Поначалу ученые действительно считали звездную пыль помехой в исследованиях звезд, ведь она заставляла горячую звезду выглядеть менее холодной После они обнаружили, что пыль играет важную роль в формировании новых звезд, планетных систем вокруг и даже молекул Например, на ее поверхности образуется вода Первые теории формирования планеты звезд были сформулированы более 200 лет назад, но существенное развитие эта тема получила лишь во второй половине 20 века Пыль и формирование звезд связали, когда измерили и химический состав, а также определили природу и состав самой пыли Ученые выяснили, что за исключением водорода и гелия эти составы очень похожи Однако детально описать процесс образования звезд и планет только предстоит Конечно, есть некие такие облака, которые являются неким таким вот, ну, скажем так, стенкой, лучше сказать, для исследования глубин Вселенной Но все равно мы проникли только на 30 мегапарсек в глубь Вселенной по той простой причине, что просто у нас средств увидеть дальше не существует Для наблюдения космической пыли необходимо сочетание длины волны и чувствительности телескопа Один из инструментов телескопа Джеймс Уэбб как раз может вести наблюдение в среднем и длинном инфракрасном диапазонах волн Это значит, что он может видеть очень холодные объекты, излучающие очень мало тепла Другой способ обнаружить пыль – наблюдать поглощение света Пылевые частицы хорошо поглощают свет далеких звезд и делают его более красным Поэтому пыль можно изучать, например, сравнивая близкие звезды с их более далекими аналогами Свет которых прошел через заполненное пылью межзвездное пространство Космическую пыль можно обнаружить не только в далеких галактиках и в нашей, но и в околосолнечном пространстве В отличие от, например, метеоритов и астероидов, она достигает поверхности Земли Ее частицы настолько легкие и мелкие, что почти не нагреваются при входе в атмосферу, а значит остаются в сохранности Например, недавно российские ученые нашли ее в снегах Антарктиды Это первое, что образовалось вещество при возникновении Вселенной То есть из элементарных частиц, которые были в самом начале И сейчас вот как раз коллайдеры для чего строят? Для того, чтобы определить первую материю, скажем, все-таки самую мелкую частицу Но потом, в процессе эволюции, через миллион лет после Большого взрыва Образовались пыль и газ Они стали сжиматься под действием гравитации И образовались в итоге те небесные тела, которые мы с вами наблюдаем Множество вопросов вызывает процесс превращения пыли в планеты В частности, все еще не ясно, как именно ей удается вырасти от размера в несколько миллиметров до километровых планеты Земли Космических тел, образованных в звездной туманности в процессе конденсации пыли и газа Проведение подобных исследований поможет ученым получить больше информации о Вселенной И продвинуться в своих грандиозных планах по изучению космического пространства Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok